Святого Отца нашего Яма Златоуста. Слово к неверующему Отцу. Продолжение. Впрочем, теперь еще не об этом. Рассмотрим сначала эти удовольствия. Не пусты ли они и ничтожны. И если угодно, наперед рассмотрим то, которое кажется более других приятным, наслаждение пищей. Покажи мне продолжительность его, сколько времени в день она может занимать вас. Столько, что им приметить хорошо нельзя. Ибо как только кто насытился, то и лишился удовольствия. И даже прежде насыщения оно проходит быстрее потока. И чезается мой гортань, и не способна идти далее вместе с пищей, потому что лишь только пройдет через язык и уже теряет сладость. Умалчиво прочих бедов и о том, какое расстройство бывает от пресыщения. Но непресытившиеся не только бывает веселее, но и легче отдыхать будет лучше того, кто едва не расселся от пресыщения. Сон здравый говорится в Писании о чреву умеренного. Сирахова 31.22. Нужно ли говорить о болезнях, неприятностях, несчастных случайностях и напрасных издержках? Сколько от этих пирог возникает ссор, сколько козни, сколько обид, а приятное обращение с разратными женщинами? Какое же может быть удовольствие в этом позоре? Впрочем, не будем пока говорить здесь ни об этом, ни о спорах любовников, ни о ссорах между соперниками и нареканиях. Положим, что кто-нибудь свободно наслаждается эту похотью и не имеет соперника, не пренебрегается возлюбленную, сыплет деньги как бы из источников, хотя и никогда невозможно всему этому сойтись вместе. Но необходимо нежелающему иметь соперника растратить все свое состояние, чтобы превзойти щедростью всех других, а нежелающим обеднеть, быть презренной и отвергнутой блудницей. Пусть, однако, не будет ничего этого, но все сделается по его желанию. Где же можешь ты показать нам удовольствие от этого? Его не оказывается даже время со своего удовлетворения похоти. Удовлетворившись похоть, уже лишился удовольствия. Удовлетворяющий похоти находится не в удовольствии, но в смущении и беспокойстве, в возбуждении безумия и великом смятении и расстройстве. Не таково наше наслаждение. Нет, оно навсегда оставляет душу невозмутимую, не причиняет ей никакого смятения и волнения, но доставляет радость, чистую, непорочную, достославную, бесконечную, такую, которая гораздо сильнее и живее вашей. Наше наслаждение приятнее потому, что ваше может быть уничтожено страхом. Ибо если бы царь издал указ, угрожающий за это удовольствие смертью, то большая часть людей отказалась бы от него. Что же до нашего наслаждения? То хотя бы кто угрожал тысячу смертей, не только не убедит нас пренебрегать им, но скорее сам будет осмеян. Настолько оно сильнее и приятнее вашего и даже не допускает сравнения с ним. Не гневайся же сына за то, что он от скоротечных, или вернее недействительных благ, перешел к действительным и постоянным. Не плачь о нем. Достойным быть ублажаемым, но о том, кто не таков и кружится в настоящей жизни, как бы в Еврипи. А главное вот что. Ты неверующий язычник, прими же хотя это слово. Ты, конечно, слыхал о реках, какие-то и перифле, его фонтах, о воде стихса и о тартере, столько отстоящем от земли, сколько она от неба и о многих видах наказаний. Хотя елены, руководствующиеся своими умствованиями и нашими искаженными преданиями, не могли поистине сказать об этом, как оно есть, однако они получили некоторое образное представление о суде. И ты найдешь, что и поэты, и философы, и ораторы, и все философствовали об этих предметах. Ты слыхал также о Иллисейском поле и об островах блаженных, о лугах и эмиртах, о нежном ветре и великом благоухании, о характерах, обитающих и ходятых в белую одежду, в ликующих и воспевающих некоторые гимны, и вообще об ожидающем добрых и злых воздаяниях подшествия отсюда. Как же ты думаешь, живут с такими мнениями добрые и недобрые? Одних, когда не думают об этом, хотя бы у них настоящая жизнь протекла без печально и великом удовольствия, не преследует ли, как бы, какой бич, совесть и ожидания, имеющих постигнуть их страдания? А добрые, хотя бы терпели тысячи зон, не питают ли, по словам Пиндара, целительной надежды, которая не дает им ощущать настоящих бедствий? Таким образом, и от этого у последних бывает больше удовольствия, и Бога раздал лучше, начав временными трудами, закончить бесконечным успокоением, нежели вкусив на краткое время мнимых приятность и, наконец, спасть самые горькие и тяжкие бедствия. А когда при этом ничего не сомненно, что такая жизнь и здесь приятнее, то не должно ли теперь делать то, о чем я сказал в начале, жалеть тех, которые оплакивают такие блага? Подлинно! Сын твой достойнее слез, но рукоплескание и венцов, как пришедший к безмятежной жизни в тихую пристань. Но тебя порицают ноги отцы, которых дети кружатся в настоящей жизни. Другие, смотря на тебя, плачут, и иные смеются над тобою. Почему же ты еще более не смеешься над ними и не плачешь? Мы должны смотреть не на то, смеются ли над нами, а хорошо ли и справедливо ли это делают? Если так, то хотя бы и не смеялись, мы должны плакать. Если же делают это несправедливо, то хотя бы все смеялись, мы должны ублажать себя, а их оплакивать, как самых несчастных и ничем не отличающихся от безумных. Ибо смеяться над тем, что достойны великих похвал и венцов, свойственно безумным и больным подобно им. Не счел бы ты насмешкой, и скажи мне, если тебя все стали хвалить, превозносить и называть блаженным за то, что сын твой пристрастился к безумному занятию плесунов и наездников. А что, если бы они стали смеяться и порицать его, когда бы он делал что-либо благородное, достойное похвал, не назвал бы ты их безумными? Так поступим и теперь. Предоставим приговор о твоем сыне не мнению толпы, но тщательному обсуждению дела, и ты увидишь, что эти насмешники – отцы скорее рабов, а не свободных, если сравнивать их детей с твоим сыном. Теперь ты, о мрачаемой скорби, не можешь вникнуть в это. Когда же немного успокоишься, и сын твой окажет великую добродетель, ты уже не будешь нуждаться в наших словах, но сам станешь другим говорить, и это еще более этого. Предсказываю тебе это не без основания, но по опыту. У меня был друг, имевший отца неверующего, богатого, уважаемого, и во всех отношениях знаменитого. Этот отец сперва действовал через начальников и грозил узами, и отняв у сына все, оставил его на чужой земле и без необходимой пищи, чтобы таким образом заставить его возвратиться к мирской жизни. Но когда увидел, что сын ничему этому не уступает, то побежденный запел иную песню. «Я теперь почитаю и уважаю сына более, чем своего отца, и хотя имеет много и других детей почтенных, но говорит о них, что они негодны даже и в слуге тому, и сам через того сына сделался гораздо знаменитее. Это мы увидим и на твоем сыне. И что я не лгу, ты хорошо узнаешь на самом деле. Поэтому я смолкну наконец и только попрошу тебя подожди один год и еще меньше времени. Для нашей добродетели не нужно много дней, потому что она возвращается Божественному благодатью. И ты увидишь, что все сказанное исполнится на самом деле. И не только похвалишь то, что уже сделано, но и если пожелаешь, хотя немного возвыситься, скоро и сам сделаешься подражателем моему, имея в сыне Учителя добродетели. Аминь. 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 Аминь.